всех приветствую дамы и господа сегодня у нас очередной ролик по lost light сегодня у нас обзор аккаунта интервью у человека который занимает топ-2 среди сервера это заходим по богатству замечу не по убийствам а именно по богатству у нас получается mdg fire или fear как он говорит поэтому перед началом ролика как всегда я желаю всем приятного аппетита всем желаю приятного просмотра но перед началом мы разыграем нашу обещанную сиротку которую я обещал в прошлом видео переходим на мой канал заходим на это видео получается копируем его вставляем рандомайзер 66 комментариев 800 просмотров 77 лайков я обещал на 50 лайков задержался да извините загружаем данные вот они все комментарии и выбираем случайно победителя им становится лактоза радио как всегда огонь тебе спасибо большое чтобы забрать свой приз получается отпиши мне в комментарии извиняется напиши мне получается в дискорде загадать что если твой аккаунт и я тебе выдам эти твои 20 миллионов все а мы переходим к обзору аккаунтов так здорово fire нравится правильно сказал на имя не 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 фир фир верно да так смотри задавайте несколько вопросов отвечаясь на них ну давай станет начнем с простого это как тебя зовут столько лет где живешь между сергей живу в москве мне 21 23 1 москве москве именно да да про москве значит и мой соседа я понял а чем занимаюсь обтяжении ну в данный момент я в принципе отучился на высшее образование получил на подработке принц сейчас администратором антикафе работаю хорошо свободное время сделать до выберет да за свободное время играем помимо этой игры да и сарма больше рп проекты такие сам шутер дайте не не еще сам администратор да как то все это получается узнал об этой игре и мы нашел как прошло ну я и мы играли в days получается с моими ребятами и они увидели рекламу этой игры где-то чисто прям на ютубе ну и они сначала не назвали я морозился прям как-то не очень хотелось потом как-то меня затянуло и я начал играть здесь это был у нас получается начало конец третьего сезона август вот начало четвертого то есть 20 20 числах августа начал играть и по сей день игра ты с того и падаешь здесь да 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 с того и куда но я зашел уже под конец когда уже был ящичек куда можно было спать вещи на следующий лайк но я тоже три недели примерно давай это зашел так хорошо сколько времени все проводишь в игре ну учитывая какой у меня этот график работы принципе свободное время я могу играть двенадцать плюс часов спокойно то есть ты прям неплохо да мне играешь да я могу прям сеть с утра и до вечера играть спокойно тебя получается смотря причисто есть мтк это клан или что это вообще но в начале когда мы только начали играть нас было три-четыре человека мы подумали то что мы увидели точнее что многие люди делают себе приписки вот мы понимали что это тут же нет система кланов и думали что они делают приписки чтобы все объединить чтобы допустим встретившись друг друга в игре они понимали что они попали со своими товарищами и мы с ребятами учитывая что в спутнике на каком-то там уровне дается смена ника решили сделать себе приписку вот и сделали себе приписку мдк но она сейчас не очень актуальна потому что я остался один из этого клана все мои товарищи уже давно ушли из игры а почему не ступишь новый клан допустим ну потому что в данный момент сейчас кланов мало здесь откровенно онлайн немножко упал и вот и принципе я у меня такая тактика в соло игра вот обычно я не играю сквады и не ду поэтому соло игрок не очень-то и нужен кланом смотри тут же есть клана тоже да какие ты знаешь вот такими например топовые кланы так топовые кланы сейчас ну вот бог бог нормальный клан он и по часто играет сквады dog клана дальше был клан л тоже в начале вайпа прям очень было много людей потом три палочки был клан также хан еще клан такой тоже есть а не думал не уступить там допустим ну все топовые кланы они имеют звание дракон вот им как бы как бы не странно но я нахожусь в топе по богатству у меня один миллиард но ранг у меня шершень вот поэтому я физически просто мне игра не пустят поиграть с ними вот в кланах нету шершней вот как бы это странно я все вам ставлю пацаны я хреншотик то что у него там нацелка и звание шаши этот пересень вообще не райжу а нет есть одна стратегия по заработку поэтому я шершим я понял а на это мы придем позже расскажи наверно нам какие есть плюсы или минусы в этой игре чтобы ты хоть и вообще видите вот игре ну какие плюсы мне нравится игра третьего лица очень удобно то есть трагедически можно там за стенками быть и так далее просматривать места всякие и так далее плюс мне нравится ну как в таркове система лутинга да по карте склад тасовать прикольно тоже тетрис по-своему тоже интересен вот система крафтов очень нравится стрельба простенькая в принципе то есть не нужно учиться прям играть то есть игра достаточно казуально то есть ее может зайти если разобраться в ней там часиков получится поиграть немножко просто адаптироваться недельку по задротить я думаю принципе можно достичь здесь многого там хотя бы попасть в топ 200 можно спокойно за за месяц игры но если в данный момент потому что так как звезд надо очень много сейчас чтобы попасть топ 200 но это принципе возможно учитывая что игра достаточно простая в этом плане это плюс то есть простота игры не надо учиться в нее очень много играть экономика в ней достаточно легко легкая то есть здесь нет такого чтобы у тебя денег не было но здесь здесь как бы это вообще сочетание сколько игр я уже говорил в дискорде лослайта есть официально дискорд лослайта где очень часто люди сидят хоть и мало людей почему-то но заходите как бы мы там сидим обучаем как бы советами так далее вот проблема в том что лослайд это кусок от таркова и еще есть кусок от пубга то есть третье лицо от пубга то есть но это же не тарков это же игра от первого лица а это игра от 3 вот поэтому здесь только система это карты приближе приближенные к таркову вот и система лутинга то есть ты лутаешь карту забираешь это выносишь это это прям как в таркове вот но именно стрельба третье лицо это уже другой игры то есть это такое гибрид нескольких игр вот и простота этой игры тем что даже вот а есть ключи к примеру многие не знают где ключи использовать и даже даже в лослайте очень часто заходят говорят а вот от чего этот ключ а ведь разрабы все сделали просто там нажимаешь на ключ это написано отслеживать ты нажимаешь и тебе может прям путеводитель тебя ведет прям к этому двери куда где надо вставить ключ то есть тебе не нужно искать ничего теперь какие минусы в этой игре а баги вот как как называют фичи вот это возьмем сам банальный это вот название больших очень часто многие используют это просел через стену просовывают оружие через стену и убиваете это немножко не мне не нравится так как это во-первых раскрывать твою позицию вот так же тебя могут убить просто если тебя 8 голова через текстурку будет просвечиваться если он выставил эту текстуру ты умрешь вот так это прям банально минусы баги так ну это вот один из этих багов но дальше это прогрузы вот потом это в рейтинге к примеру подбор бы сделать более линейный вот я к примеру играю очень много скатал и каток на рейтинге у меня сыграно если сейчас чтобы не обмануть вот я принципе даже скрин скину вот у меня сыграно 1213 матчей в рейтинге вот из них я сыграл с драконом ноль раз потому что если знать как работает система званий то в принципе попасть с драконом практически не знаю просто многие ноют типа вот подбор какой-то странными а скидывают драконом как играть легко как ты вообще зарабатываешь эти деньги получается какие-то не тактики есть советы в этом роде да есть на самом деле такая принципе возможно для некоторых не секрет но для многих игроков большой секрет как зарабатывать деньги лос-лать это делается очень просто ну я допустим у меня допустим шершень я беру большой рюкзак лучшую броню лучше оружие иду иду играть иду на витриную гавань бабочку нет рейтинг вот обычку я играю из-за того что у меня очень высокий уровень обычку играть сложнее намного чем рейтинг вот и дальше я попадаюсь один на один с человеком в рейтинге так как там есть особенности в рейтинге определенные вот один на один я убиваю своего соперника и лутаю всю карту все в принципе дальше там уже тонкость фарма то есть какие ключи где ходить и так далее все и так я зарабатываю получается за вылазку по полтора по 2 миллиона то есть и просто на маленьком звании запускается рейтинг выбиваешь противника своего по идее один должен быть да он да да один и все эти самым да да и лутаю карту на да это весь секрет в принципе да в этом есть весь прикол вот главное что ты до повышаешься до кобры снижаешься до шершни повышаешься до кобры снижаешься до шершни все в принципе в этом есть весь секрет игры и есть еще один такой маленький секрет если ты не хочешь играть с людьми если ты проиграешь где-то три-четыре игры подряд то при определенном шансе есть шанс что ты будешь играть с он либо там и получается давай наверно ты сделаешь мне демку и просто мы сделаем небольшой оптал твоего аккаунта все что у тебя есть и так далее да что так же склада верно принципе давай начнем да со склада 12 левел то есть не пропасть да я мог бы прокачать бы себе видеокарты но не вижу в этом смысл так как если заниматься сортировкой постоянно то иметь прям вклад там 4 страницы не обязательно в принципе а вот в принципе здесь по дефолту меркурий защищенный контейнер вот хотя я могу купить юпитер но в этом тоже не вижу смысла так как сейчас патроны в принципе вот именно бы пешки ваншотит и много их брать не надо с собой вот поэтому сэйвить принципе ничего дальше у меня тут ящики вот эти ящики называется кейс для вещей в них можно складывать еще ящики вот здесь в принципе ничего особенного в этих ящиках у меня аврилы с квестов здесь в принципе патроны топовые на ппшки на калаш семё пятерки здесь у меня на кар на м700 здесь то принципе то же самое вот в основном эти ящики созданы для того чтобы забивать имя хлам когда я начинаю фармить чтобы они я не тратил время на сортировку я просто закидываю туда все подряд а уж потом сортирую когда время придется в другом ящике то же самое в принципе только здесь у меня бпшки все вот дальше у меня тут ящики которые уже захламлены хламом который на продажу у меня вот здесь в принципе вот это все это все надо продавать на черном рынке вот ну так как на черном рынке покупать все это не быстро поэтому это бывает хламиться карты ключи до бомбомбы очень много это вот как раз на ветряной гавани ключей много всяких тут разных принципе ключницы ключ нас очень часто падает в юкерин прям очень много ключниц с юкерина я столько раз ходил ни разу ходил еще вот вот такой вот такая ключница в юкерине я нашел и таких у меня 2 1 там на второй странице и вот такая ключница тоже в юкерине на рк компании падает называется коллекционная ключница на 25 слотов так здесь у меня что на второй странице здесь у меня принципе а бейсболы и аптечки здесь у меня рюкзак чисто под то что нельзя сложить в ящики это вот эти ядро на руку на рукавной повязки тут куча ключниц лишних которые в юкерин вот а вторая ключница это который выбил шприц еще карты и так далее да я да у меня собраны ты сэвертки одна куплена получается валюту да одна куплена до 1 куплена за валюту игровую вторая была получена в хэллоуин и третье в день благодарения вот так дальше идут ящики их оружие вот почему хлам потому что м-ка это хлам да да м-ка это хлам но для меня лично м-ка это я не бегаю с м-ками у меня это самое любимое оружие акм и м-ка в принципе здесь у меня м-ки кс-ки акм и тоже м-ки всякие кс-ки тоже короче просто забито оружие которое вроде как жалко продать а вроде как бы я могу хоть прям сейчас это все продать и как бы в любом случае мне пофиг будет а вот здесь у меня как это броня вот здесь 3d принтеры которые мне некуда использовать так как у я больше не прокачиваю убежище она то что я мог использовать 3d принтер я уже использовал а я повторно выспользовать нельзя феррослет тоже интересная вещь значит да как пользоваться и да да конечно вот просто многие не знают ноги ну феррослет используется на то, что у вас изучено. То есть, нельзя использовать на то, что у вас не изучено. То есть, многие думают, что феррослет используется для того, чтобы что-то сделать изучаемым. Нет. Это то, что делает непродаваемый предмет продаваемым. И это должен быть из сегмента того, чего у тебя изучено уже. Примерно скажу. Вот, допустим, очень многие покупают там цевьё на АМ-ку, да? Если она у вас изучена, и вы её уносли в катке, либо вам за маленький упала эта АМ-ка, вы снимаете это цевьё, делаете его продаваемым и продаваете нам за большие деньги его. Легко и просто. Да. Вот. Дальше третья страница. У меня тут, в принципе, тоже такой запасной рюкзак. Вот это у меня сетап на рейтинг. Вот так я хожу на рейтинг, в принципе. Это броня, которая изношена в этом же рейтинге. И МЦ-1. Потому что она шотит в голову шестую броню. на всякий случай. Я сейчас представляю новичков, да, которые попадаются тебе в пати, да, и ты с топовым оружием таким, как бы говоря, катаешь. Да. Нечестно, нечестно, конечно. Вот. Дальше... Ну, я скажу, что сейчас, бывает, сейчас выпадаются и нормальные ребята. Бывает такое. здесь металл, арсенал. тут вот так, в принципе, броня всякой обвесы. Вот всякие я снимаю, потому что многие не знают, что на оружиях некоторые обвесы стоят дороже, чем само оружие. К примеру, по 90 на фуле надеем есть вот такой фонарик. Вот. Само по 90 стоит 120 тысяч, а этот фонарик стоит... его дороже в два раза. Просто висящий на нем фонарик. Многие об этом не знают, продают. А, в принципе, наверное, по складу все, да. Вот. Такой, как бы, скромненький склад. Не такой богатый прям. Так, все у тебя на витрине есть? Витрине вообще? Да, на витрине, да, есть. Ну, там, в принципе, ничего особенного. А Сашки... Сашки, Эмки, КСки, в принципе. То, что у меня в ящиках и этот... А, я забыл еще показать. В арсенале же есть еще вот это. Кейсики, да? Да, кейсики. Но тут у меня, в принципе, шестые броники одни только. И внизу, типа, еще миллион КСок и Эмок, которые я, скорее всего, никогда в жизни не воспользуюсь. Вот. Честно, я не знаю, зачем их храню. Это проблема игроков. Люди почему-то боятся использовать все, что у них есть и, бывает, хранят это до конца вайпа. Например, находят одну Эмку, и ее, блядь, вешают на педестал и вообще ее не используют до конца вайпа. Она так лежит у них, они ей гордятся. Это минус. Один из них я. У меня фу, забитая стена Эмками. И я их даже не использую. Вот. Скорее всего, ты... Мне просто приятно, что они висят, и мне на глаза попадаются. Вот. И если ты умираешь, то ты новый, да, покупаешь Эмку? Нет. Я просто раньше, когда был большой шанс за Марика выбить Эмку, я их все за Марика поубивал. У меня там их около 20 штук, если я не ошибаюсь. Вот. В основном мой бюджет состоит не в вещах, а в наличке. То есть в наличке. Деньги в основном. То есть в наличке у меня 876 миллионов на данный момент. Это и составляет весь мой этот топ. Так, ну, в принципе, КДшка такая, сразу говорю, это не объективное все, кроме денег. Так, смотри, знаешь, способы, как получить эти зелененькие наградки получаются общительные? А эти зеленые награды ты получаешь, когда ты играешь с кем-то в пати. И когда там вы выходите, там есть такая система, когда вы, типа, стоите с друг другом. И внизу, внизу можно нажать там на такой брелок, и там нужно будет выбрать из вот этих вещей. И просто взять и своему другу сделать, и все. И у него появится эта штука. Вот и все. То есть, в принципе, это ты вот, ты любой может сделать себе хоть все себе вот эти штучки сделать. Надо просто заходить в игру, и вместо того, чтобы сразу выходить в ангар свой, сделать, типа, как сказать, сделать, типа, как там, плюс реп своему человеку, просто в пати, там брелочек нажать, там надо будет внимательно посмотреть. Давай, Леонид, твою историю. Вообще, сколько ты выносишь с катки. Это прям свежие игры. Играл на ветряную гавань обычку. Ты играешь. Да, я играю ветряную гавань, играю от фиалки. Какие там главные комнаты на золотой получается на фиалке? Юкерин, первое, первое здание, 204, 212, 303. В принципе, этого достаточно для обычки. Но обычку я играю не для того, чтобы формить, а просто для того, чтобы поддерживать форму свою. То есть, по игр, потому что в обычке со мной попадаются драконы, львы и так далее. С ними интересно играть. А в рейтинге уже происходит именно прям как называется фарм. Где нет соперника достойного. Ты играешь только того, чтобы фармить карту. Ладно. И давай, наверное, последний вопросик тебе задам. И будем тебе так сильно... А, ты еще ни разу не донатил, да? То есть, все ты это делал без доната? Да, абсолютно. Ни одной копейки не внизу в игру. Да. Вот у меня все еще полно за первого пополнения. Доната не было. То есть, вот видите, без доната тоже можно играть и неплохо играть. И быть топ-2 если по богатству. Да. И я, который не могу без гибки сидеть. У меня без гибки я себя вообще не чувствую спокойно. вот, как бы, как-то так оно выходит. Да, и крафтами занимайтесь, в принципе. А, блин, как же так? забыл я показать видеокарты, в принципе, я не показывал уже. Вот. Видеокарт много еще у меня. То есть, это те, что просто висят, а есть же еще видеокарты, которые еще на майнинге. Я еще майнингом занимал. То есть, тебе 25 и там 12, да? Да. 37 видеокарты. Так, в принципе, вот видеокарты. Почему бы я подумал бы так, вот у меня, по-моему, одна тут лишняя. Вот ее можно было бы разыграть, что думаешь? Как думаешь? Да давай. В принципе, пускай, типа, не знаю, какой комментарий слово напишет, чтобы я через него разыграл. Ну, это именно те, кто просмотрит видос. Я даже не знаю, так сразу не сказать. Давай напишем слово получается хлам. В общем, этот весь спор в хламе, да. Среди тех, кто написал слово хлам, получается, кто досмотрел до этого момента, для того и будет эта видюха. Да, отлично. Так, ну и давай, получается, да, получается, последний вопрос, это позывание, точнее, вопрос игрозраба. Что ты бы хотел видеть в этой игре? Я думаю, они посмотрят видос, они посмотрят видос, поэтому переводчик, то он не будет работать, поэтому, что бы ты хотел видеть, и чтобы они, чтобы они изменили это. Ну, что я хочу, в принципе, разнообразие, может, лут перетасовать как-нибудь, чтобы поинтереснее было, так как я уже, уже надоело бегать по одни и тем же комнатам, вот, в принципе, было бы, было бы интересно, плюс, хотелось бы уже какую-нибудь карту бы, вот, а то четыре карты уже прям очереди тело играть прям совсем, вот, и хочется, в принципе, чтобы игроков было побольше, как-то, чтобы заинтересовать игроков какой-нибудь, как раз выпущен картой, заинтересовать игроков, может быть, тогда онлайн улучшится, увеличится, вот, и, в принципе, заниматься оптимизацией, так как сейчас снова обновить со звуками проблема, я думаю, ты сам знаешь. Так, ну, на этой прекрасной ночи мы заканчиваем, вот такой у нас получился обзорчик, пишите комментарии, что мы там сделали, кому еще сделать обзор, можете предлагать свои идеи, и не забываем, то, что среди тех, кто досмотрел до конца, будет розыгрыш видеокарты, так что пишите комментарии, слово секретное наше, и я разыграю в следующем видео вашу видеокарту, ну, а я всем желаю удачи, всем пока-пока.